Одновременно. То есть это не такая расхлябанность какая-то психологическая. Он даже нагловато себя ведет. Некоторая надменность во взгляде читается. У каждого свои приемы давления на соперника. Хинчагашвили пришел в этот въезд после Лондона. Он поднялся выше. Очень хорошо поднялся. Стал олимпийским чемпионом. В Лондоне в финале он проиграл единственному нашему золотому моделисту. Это Джамалу Атарсультанову. Воспитаннику мудрейшего тренера. Такого Анатолия Хазбича Маргиева. Ученик Маргиева Сослан Рамонов стал олимпийским чемпионом. Вот в этой весовой-тое в горе 65 килограммов. А Хинчагашвили вот в более легком весе выиграл. Конечно, друг друга они досконально сканировали. Сейчас вообще очень сложно что-то вот такое припрятать. Потому что где-то не появился на соревнованиях. Все снимается. У каждого телефон. Все это по сетям. Есть и борцовские сети. Раскидывается, обсуждается. Такие ленты обсуждения на несколько суток. Так, первый вход. Попытка контратаковать Хинчагашвили. Он неплохо отсюда переворачивает. Но об этом знает Хаджиев. Обшагивает соперника. И Владимир попадает на два балла. Еще два дают. Еще два дают. За спину Алиева. Ну что ж, тем интереснее. Очень уверенно, конечно, Хаджи выходил на складку. Видно, как разбирается. У челлендж... Очень рискует грузинский секундант. Да, да. Они хотят оспорить вот эти два балла. Ну, кстати, 0-6. Это будет тяжело. Нет, а там, если они проиграют сейчас челлендж, он балл. Терято все равно пять баллов. В этой схватке вот дело в том, что я хотел сказать... Но меня Хаджи опередил своей атакой, что здесь вот до первой ошибки будет. Но полагаю, что так как уже разворачиваются события, после перерыва там могут быть еще оценки. Волновался, волновался, конечно, перед встречей очень. Сейчас идет мыслительный процесс такой. Что делать, как? Ну, как известно, зачастую волнение проходит с начала поединка, схватки. И здесь уже, конечно, нужно включаться. Кенчагашвили. Ну, вот потерял еще балл. 5-0. Сложнее еще. Ну, там и четыре достаточно. Хаджи выиграл Хаджи вот эти четыре балла. Если Хаджи Гашвили сможет выиграть, конечно, это будет, ну, очень удивительный вечер. Он способен на такие. Способен ли сегодня? Вопрос. Не убыли в карьере сложные схватки, которые он вытаскивал и вытаскивал великолепно. Причем тоже с серьезными соперниками. Тянет время откровенно Алиев. Ну, закрылся, да, полностью. Все, не дает себя пройти. Вот очень грамотно Зелимхан говорит. Не останавливайся. Дышит великолепно, да? Хорошо бы посмотреть еще вот состояние Кенчагашвили. Функциональное. Вот это грамотная установка. Потому что если он будет закрываться на эти пять баллов, то Володя будет вот вдохновляться атаками. Вот такая ситуация. Настолько хорошо знаешь этих соперников, что вот в данной ситуации обычно есть такие болельческие предпочтения. Ну, два великолепных мастера, да. Два великолепных мастера. И сложно вот за кого-то больше, что называется, кричать. Ну, здесь уже Кенчагашвили, конечно, нужно рисковать. Пошел, пошел, пошел он. Посмотрим, как в этой завязке разберется. Вылезает из захватов соперник. Алиев. Кенчагашвили вот с захватом кулащи неплохо бросает сверху. Балл. Балл набрал. Четыре. Разница. Ну, вот уже все более решаемая выглядит задача для Кенчагашвили. Один, всего лишь один накат. Две атаки по два надо сделать, чтобы сравняться. Неужели Алиев попал вот в эту ловушку на удержание работать? Опускает проход в ноги. Сейчас посмотрим, сколько возьмет отсюда Кенчагашвили. Подводит просто на бал. Он может бросить. Не получается, не получается. Чуть-чуть пытался удержать себя. И, тем не менее, все равно балл Кенчагашвили хотел большего. Не надо никаких, а уже челлендж, по-моему, проиграли. Хотел большего, конечно. Работал, чтобы два балла найти в этой ситуации. Но вот филигранно отзащищался Алиев. Ну и смотрите, не было бы проигранного челленджа. Всего два очка отделяло бы сейчас Кенчагашвили от своего соперника. Да. Это к вопросу о том, оправдан ли риск в начале схватки. Считайте, что схватка очень осложнилась для грузинских болельщиков. Для Кенчагашвили восстановил равновесие. Пять очков отрыв восстановил свой Каджи Алиев. Грузины как поддерживают своего. Горячие болельщики. Все. Рисковал. Не Володин день. И прежде всего проблема в том, что вот, конечно, как-то вот эмоционально не справился. А вот перед этим финалом слишком волновался. Наошибался. Вначале тут еще тренер, честно говоря, ошибся с этим челленджем. Все. Все. Это победа. Но мы видели с вами, Александр, как выходил Каджи Алиев на схватку. Насколько он уверен сегодня был в том, что будет делать на ковре. И сегодня его день. Положить на лопатки за 29 секунд, на мой взгляд, нереально. Тут интрига свелась по большому счету к тому, будет ли досрочная победа со стороны Каджи Алиева. Посмотрим, Качагашвили. Ну, почему же вы свистите-то? Здесь ошибся арбитр. Ошибся. Жалко. Ну, собственно говоря, все. Неожиданно. Неожиданно для грузинских болельщиков. Хотя мы вот прочитали такое моральное состояние спортсмена. Да, влияет это тоже. Порой это бывает ключевой вообще момент. Золотой.